Нас поймали за мизинец. Если взять двух борцов, мы и англосаксы, мы и Британия, вот они нас взяли за мизинец в борьбе. Пока мы этот мизинец у них не отберем, они нам не могут манипулировать. Вот Украина — это наш мизинец. Они подготавливали Украину много-много лет, все сделали для этого и продвигались в нашем направлении. Само продвижение НАТО в нашем направлении лукавое. Вот как вот была Российская империя, британцы сломали Российскую империю, вот этот вот большой ход со стравливанием, с Первой мировой войной — это все британские продукты. Мы утратили монархию по инициативе Британии. Вся эта деятельность, вся эта революция, Карл и Марс, они почковались из Британии, прямо на территории Британии. На британские деньги это все сделалось или на деньги вассалов. И мы потеряли страну. Вот все, что после революции свершилось — это все незаконно. Вся деятельность Советского Союза, образование республик — это все незаконно. Законные акты — это вот если мы приобрели там у Швеции, заплатили за территории, на которой сейчас Балтика находится, и эти подробности все, то так вот оно и есть юридически. Все остальные акты — это вот кто-то там решил что-то про землю, про самоопределение — это все несущественно, нищетово и юридическая сила не имеет. Нас подводят к новой законодательной базе. Вообще законодательство общемировое, общеевропейское, оно, если так просто выражается, оно для лохов. На самом деле для дрессировки лохов, для дрессировки вассалов, для дрессировки левых стран. На самом деле у нас есть вот это вот первичное начале, британский мир, британская империя, плюс Америка, находящаяся под косвенным управлением, Британия — это псевдодемократия. И вот этот объект организовывает в течение длительного периода все войны на планете. Если какое-то государство подымается, они стравливают, организовывают войны — это государство теряет свою мощь. Предыдущий потоп был в сторону Британии, мы должны были тоже, ой, в сторону Германии, извиняюсь, в сторону Германии. Мы самосократились с Германией, да, мы проиграли в этой войне и по качеству, и очень замедлились в развитии, потеряли людской ресурс. Это все нормальные такие британские происки. И вот в этой динамике они сейчас продолжают держать нас за мизинец и пытаться нас ронять. Если мы сейчас выстаиваем в этой борьбе, мы восстанавливаемся не в границах Российской империи пока, мы восстанавливаемся в границах определенной безопасности. Мы можем в дальнейшем конкурировать. Конкурировать на каких правилах? Правил нет. Вот правила диктуют британцы, британцы и американцы. Вот они диктуют правила. Они могут не признавать любые нормативные акты по любым международным договорам. Вот это вот им на все плевать. Вот это международное право — это фикция. То есть мы играем без правил, Россия играет без правил. Правило только одно — побеждает сильнейший, сильнейший оказывает воздействие на территорию. С нами на протяжении длительного периода ведется война. Пока косвенными методами, экономическими методами, политическими методами нас раскачивали, перехватывали. То, что от нас, от Советского Союза отщепнули вот эти государства, это просто война, мы проиграли в этой войне. Дальше давался промежуток, чтобы не сильно временной, чтобы не сильно нервничали. Эти государства, территории, наши территории переклепывались сначала в независимые государства, потом эти независимые государства припылесосивались, притягивались, слово неудачное, к европейскому центру. Европейский центр — это просто такая маппет-игрушка под управлением, опять же, Британии. То есть, мы играем вот вполне с конкретным соперником, который нас, ну так, в длительной перспективе уверенно наказывает. Это вот мы приводили обзор, что там все вот эти вот длительные события так или иначе связаны вот с этим британским клубом. Что будет сейчас? Как мы выиграем, не выиграем? Мы качественно в плане, в плане боевых действий, людского ресурса, вооружения, мы довольно таки неплохо выглядим, мы отрабатываем вот эти вот частные задачи, методично отрабатываем. У нас проблема, у нас проблема ресурсная. Хватит ли нашего ресурса на длительную цепочку войн, на длительное противостояние. Потому что нас изматывают сейчас на Украине, дальше будут подкладываться дрова Польша, Румыния, что угодно, Турция, общий котел, Венгрия, возможно Финляндия, возможно Швеция. Все вот это вот наше ближайшее окружение, так или иначе, Япония, все это находится под ручным управлением этого британского клуба. В чем суть вопроса? Решение о войне не принимают холопские народы. Вот будет ли Финляндия воевать или не будет, эти холопы не решают. Они не являются суверенной демократией. Это люди частично имеющие видимость демократии, которые подчиняются британскому суверену через инструменты. Достаточно взять десяток человек, прокатить их через образование в Штатах, ввести их обратно в страну и эти люди в конечном итоге будут исполнять твою волю. Если волю не будет исполнять этот человек, вы ставите другого человека. Это то есть народ является реальным вассалом холопом. Что скажут данному исполнителю на местах, то и будет делать весь народ. Под это потренируют СМИ. Мировые СМИ уже в кубышке давно. В рамках евроатлантической интеграции все СМИ земного шара встроены в один военный механизм. Они отрабатывают очень жесткая цензура, очень жесткая кадровая политика. Человек единожды ослушавшийся выпадает из пула журналистов и ничего больше через официальные большие СМИ, какие-то коммерческие СМИ этот человек уже не транслирует, не пишет. То есть жесткая информационная диктатура. Общественное мнение во всем мире это обманка. Все СМИ транслируют непосредственно то, что надо заказчику. Заказчик это у нас Британский клуб Британия плюс Штаты. Ну и плюс вот эта вот дальнейшая настройка. Это вот ситуация такая. Какие наши здесь позиции? Ну мы сейчас нянчим Зеленского. Зеленский достиг своего, в своей профессиональной карьере пика достиг. Он клоун сейчас мирового масштаба. Его мы не можем сейчас ронять, нам это невыгодно. Нам нужен Зеленский для того, чтобы продолжалась эта видимость сохранения Украины. На самом деле Зеленский давно ничем не управляет. Все он он часть театра, часть театра поддерживающего видимость украинской государственности. Если полностью управление Зеленским осуществляется со стороны британских спецслужб. Зеленский даже в этот foreign office бегал и ездил в Ми-6. То есть это обыкновенный холоп, который даже вызывают на ковер. Вот, формируют его. Дальше специалисты, британские специалисты со всего мира, в том числе вот этого клуба вассалов, на местах в Украине решают все. Неподконтрольные госорганам Украины службы заходят и организации, службы организации заходят в управление и делают что угодно, заставляют украинский народ шлепать на войну. Это же не Украина решила, да, что мы будем вот так вести такую агрессивную политику, да, мы будем долбить Донбасс, будем убивать людей, будем осуществлять тер, будем истреблять журналистов, политиков, будем сжигать людей в Одессе. Это же не Украина решала. Это решали британские спецслужбы и это происходило вне воли украинского народа. Селективная группа одичалых граждан была введена в Украинскую Раду, в этот парламент. Это вот все организованные действия. Сколько политиков просто выбили смертельные исходы. Это внешняя политика, это доведение до психоза значительной части населения, другая часть просто запугана. И вот клоун, клоун, хороший на должности президента Украины. Сейчас нам нужен, он нам нужен. Он нужен для того, чтобы он сидел в кресле, потому что если не будет президентом в Украине, то морально очень легко уже вводить поляков и так далее, так прочее. Любые другие государства на территорию неуправляемой Украины смело могут заходить. А пока есть там вроде как своя власть, то как бы что они туда пойдут-то? Как бы с этой позиции нам вот этот клоун нужен. Он ничем не управляет. Все, в том числе, боевые действия решаются без него, за него он может там что-то одобрить, может кивать. Его подводят к конкретным решениям. На самом деле он ничего не решает. Это маппет, это игрушка такая, маппет-шоу. Управление всем конфликтом от Майдана до подготовки, до майданная подготовка, кстати, многолетняя была, до подготовки сейчас военных специалистов, до подготовки вот всего вот этого уплотнения на Донбассе, военной операции. То есть мы вполне имеем киевский режим внешнего управления, который присосался к Украине. Украинцы ничего с этим поделать не могут, это угнанная лошадь. Их украли. У них украли все инструменты демократии и держат их в неведении. Вот ты же не знаешь, что у тебя все СМИ перехвачены. Вот то, что ты видишь, это все перехвачено, управляется с ней. Это селективным образом выбрано. Все твои депутаты, это ряженые, которых специально набрали соответствующим взглядом и расставили. Вся система управления. У тебя на местах расставлены товарищи определенных взглядов. Что вся твоя страна управляется не в твоих интересах, ты этого не понимаешь. Что ее приготовили на уничтожение, чтобы она тупо стучалась в Россию. Это как вот маленькому мальчику дать деревянный меч и сказать, ты герой, иди вот нападай на медведя, воткни эту палочку ему в глаз и ты победил. Ну это вот примерно такая вот ситуация. Хотя это профессионально вообще с их стороны, это профессиональное действие, которыми британцы с нами воюют. Причем основная война, она идет все-таки на интеллектуальном фронте. Ну вот эта вот дилемма, братские народы мы или не братские. Это вот просто переключить тумблер, да, взять единый народ, мы не братские народы. Мы с украинцами не братья, мы один народ. И с белорусами мы не братья никакие, мы один народ. Нам вот эти британские спецслужбы принесли эту дилемму. Братский народ, не братский. Нет, мы не братья. После этого мы точно не братья. Мы никогда не были братьями, мы один народ всегда. У нас были разные там диалекты, это ничего не меняет, мы один народ. Вот, и вот на этом профессиональном уровне нас уничтожают. И вот это вот братья мы не братья было профессионально подготовлено. Для того, чтобы мы не понимали, что мы все и великороссы, белорусы и малороссы, это все входим в один русский народ, после революции убрали это понимание специально. Убрали понимание. Нас готовили к дальнейшему делению. И Лазари Кагановичи, ставленники вот этой вот краснозадой группы предателей страны. Вот эти вот Лазари Кагановичи ввели как раз эту политику, отрабатывали политику по Украине и это все подготавливали. Вот такая вот ситуация. Подготовка к делению там, дальше подготовка, развал. Было понятно, что Советский Союз долгую гонку даже на наших талантах и на наших ресурсах не сможет эту долгую гонку выдерживать. Что когда-то он развалится, и когда он развалится, тогда и повалятся страны в разные стороны, вновь образовавшиеся на тушке Российской империи. Вот и все. А когда страна отваливается, ее переориентируют, ее через селекцию политиков делают агрессивную, чтобы она в нас стучалась. Все страны Балтики в нас стучат, Польша в нас стучит, сейчас Финляндия будет нас долбиться, Венгрия, слава Виктору Орбану, интеллектуальный товарищ, пока в нас не стучится, но очень ему тяжело это дается. Любая страна просто обязана в нас стучаться. А холопами являются все страны, все страны Евросоюза являются. Причем холопы на коротком поводке, это вот показало как раз закрытие неба и притятие вот этих санкций. Когда для авиации перекрыли, в течение очень короткого времени все руководители всех стран сдулись и мы имеем перекрытие неба по всей Европе. То есть, воля Британии исполняется любыми странами. Если вы это делаете, вы холоп, вы просто заложник положения, вот вы выполняете приказ, вы утратили суверенитет. С вашей страной можно сделать что угодно. Сейчас будут распушать одни страны, потом дойдет очередь до других. Вы холопы. Вашим национальным перспективам все. У вас нет национальных перспектив. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Подписывайтесь, разносите наши ролики по интернету. Удачи!